приветствую на канале фан клуба товар с вами косп 19 серия продолжаем прохождение за коринф напомню играем рим 2 тотальная война с дополнением ярость парты ну вот берегов каркиры острова каркира наш флот атакован силами вообще всех войск гарнизона данного города и вопрос давать бой или нет в принципе бой нужно давать это облегчит в дальнейшем до наземную операцию наших войск здесь они перейдут когда но они еще далеко это будет не на следующий ход поэтому я даже не знаю усложняет это сражение то обстоятельства что здесь будет участвовать флот каркиры гарнизоны а это две триеры и 2 диеры я смотрю не очень много стрелков ну давайте попробуем давайте попробуем предыдущей серии были некоторые проблемы морских сражений как вы помните не пробивались транспортники и ну вообще там с нескольких ударов с трех не пробивались надеюсь такого не будет в этом сражении ну смотрите по идее они должны все с одной стороны эти но здесь под морские подкрепления выходят вообще как хочешь очевидно что их не будет сзади но они могут быть сбоку флагман как обычно мы уберем в тыл боевые корабли первой линии вспомогательные по бокам давайте еще резерв оставим нет все все очень хорошо давайте опять они начинают юргы страдать но потому что они видят подкрепление думают как им выстраивать новую линию да чуть поближе подойдем посмотрим пойду они на сближение или нет давай военный флот где будет а он будет сзади это понимаю вон я увижу значит сюда и нужно подкрепление военных корабли вот да это удачно не пробил тут смотри, блин плохо там с руки так здесь пробил пробил ну некий хаос наблюдается, так отведем вот эти корабли вы же понимаете, главная задача это подготовить встречу к военным кораблям неприятеля да они строят линию куда они поставили военные корабли, я их пока не наблюдаю вот первый вижу второй, третий, четвертый, ага такой взворот так ага, так, попробуем его атаковать, всего двух кораблей ну что ты будешь делать как он быстро это сделал маневр удивительно транспортник ли ты отлично так, здесь удача отбила сразу вмешайте то другому готов так это военный корабль ой, хорошо ой, хорошо не, не получилось проскочил проскочил каким образом не понятно ну давай не знаю хватит палочка да, но он уже был дохлый так, ребята, отступаем отступаем вот здесь можно встретить не, 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 не отступает там фарватер забит так, здесь еще все нормально отходим 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 ооо, как досталось вот этому кораблю по-моему два военных корабля мы их уже уничтожили поднимаем гибай челкала такой отступает ну а к настреливает так жёстко тут корабль пробил не пробил где мой адмирал пробил уходим здесь что за торчика перед затор не пробиваешь что вот опять эти пошли глюки и уж не знаю глюки или это так и должно быть так если закончится так мы сможем вообще город взять в силу не флота важно конечно всех загнать так чуть здесь и 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 Она у нас специализируется по осторожной дальность перемещения на карте кампании для вражеского агента после удачного дезориентирования. Вероятность успеха вражеских агентов минус 15, рвение прокачивания, талант, все свойства плюс 3, шанс успеха всех действий плюс 3%. Ну ничего такого у нее прям вообще, прям можно сказать, что какой-то специализации нету здесь. Клисфен, герой смелый. Лампрокол, престарелый слуга, но это все одни и те же у нас, слушай, там целая коллекция сандалий, шанс избежать вот здесь вражеских агентов. То же самое, много чего построилось, это армия сыны Ареса, Ареса. Ну это то, что вот мы на Каркиру готовили. И Зесов и Грома, это то, что на Византии готовится, группировка. А в принципе, Перинф у нас слабо защищен, да? Вообще, по идее, блин, а вы смотрите, они там уже армию-то какую поднабрали, а еще будут собирать. Ладно, пока оставим это. Давайте к Аркире сразу же. А мы еще на марше были, обалдеть. Ну приди сейчас. Город просто должен замахать белым флагом. Ну ладно, это расчет. Оккупировать. Ваша фракция уничтожена. Каркир, ваши войска втоптали эту фракцию в прах. Так, Каркира. Ну, тут нет никаких чудес. Значит, поселение, это мраморный карьер. Соответственно, у нас получился, появился торговый ресурс мрамор. Сам по себе дает плюс 2, общественный порядок. Стоимость строительства минус 10, я так понимаю, это здесь. А вот общественный порядок плюс 2, все провинции. Обратите внимание, рост заход плюс 2. Ну тут все выросло уже. Доход от горного дела. Ну и понятно, гарнизон стандартный. Что здесь есть? Палестро. Общественный порядок плюс 4. Борьба обостряет рефлексы и оттащивает разум. Так, доход от развлечения 160. Также здесь есть священная земля. Общественный порядок, итого 8. Так, ну и, короче, гавань. Гавань здесь не меняется, она всегда. Вот только после третьего тира можно выбрать рыбный рынок или торговый порт. Вот, так что я не вижу смысла что-то здесь перестраивать. Гавань дает пищу, да, и это ничего не жрет. Порядок не рубит. Ну, короче, пускай так и останется. Вот, давайте посмотрим на карту. Так, и обратимся к заданию. Значит, получить власть на 45 или более поселения. В принципе, мы эту задачу выполнили. Причем, обратите внимание, прям ровно что ли, 45. Да, 45. Но при этом нас просят, чтобы мы имели влияние, да, или в союзе. Вот данная провинция Арголида, как мы с вами поняли, она, в принципе, наша. Учитывая, что Арголс там, ну, короче, это союзники, нужно только взять вот. Вот, Милос, он входит почему-то вот в эту провинцию Арголида. Этот милый, одинокий остров. Вот. Это будет несложно с точки зрения потраченного времени, да, то есть, ну, всего лишь взять один ход. Ну, за ровно, здесь целый стэк чего-то там, да, ну, наверняка, конечно же, есть флот в любом случае. Вот, и там и военный пост, то есть, ну, тут 8, 28 отрядов, только наземных. В общем, весело будет. Далее, точно помню остров Крит. Весь надо будет нам завоевать. Это три поселения, три региона. Странно, что сюда ничего не вписали. Пустота какая-то, да, в восточной части Крита. Ну, ладно, это Кнос, это Гартина и это Кедония. Кнос, столица. Причем, посмотрите, она не портовый город, как и Гартина. Только Кедония портовый город. Ну, да ладно. То есть, понимаете, да, то есть, тут взять один островок и весь Крит. Ну, еще остается до Деканиса. До Деканиса. Что это? ХЗ. Это надо будет подсветить. Ну, короче, что-то здесь. Вот. То есть, в принципе, победа-то близка, да. Если ничего не случится неожиданного на Пелопонессе, например, где мы вообще еще не были. Толком, да. Даже города не читали. Но я пока это оставлю. Но потом. Будет повод, почитаем. Может быть, я даже спровоцирую с кем-то войну из союзников бывших. Не знаю, посмотрим. Но, как вы видите, нам не нужно это все завоевывать. Они наши союзники, соответственно, считаются как наши. Так. Ну, по Каркире все понятно. Вопрос. По этой армии. Здесь, видите, наемников нет. Она вот достаточно сильная армия. Скорее всего... Ну-ка, еще раз. Мы замирились с Фесалией, как и с Македонии. Они имеют нейтральный статус, но в любой момент, да, они могут оборзеть. Поэтому какую-то армию нужно будет оставить. Плюс у нас наш Архонт чешет, короче, в сторону Востока. То есть, будет что-то здесь делать. Ну, я не знаю. Может быть, есть смысл развернуть на Эвбею. И силы его войска, там очень много гоплитов хороших, использовать как раз вот при операции на Милоси, да, и Каринти. Думаю, что так. Здесь мы оставим какую-то армию. Ну, вот, наверное, эту армию оставим. В принципе, я думаю, справится наш лидер фракции. Пускай он тут сидит, короче. Да, если что, он выдвинется всегда. Успеет. Вот, а нашего, соответственно, лидера мы все-таки направим в сторону Эвбею. Да. Решено. Так, здесь разобрались. Флот здесь достаточно серьезный. Но конкурентов у него здесь нет. Обратите внимание. Только Фессаля может здесь строить корабли, а остальные все наши друзья. Вот. Поэтому мы что сделаем? Ну, мы несколько подсократим этот флот. Вот так вот. До восьми кораблей. Вполне нам этого хватит. Вот. Они будут охранять этот регион. У нас Империям какой там? Пятый, что ли, был? Так точно. Обратите внимание, здесь равной доле возможности имения флотов и войск, стратегий. Вот. То есть мы еще можем шесть флотов построить, так что не проблема. Так, далее. Да, ну, конечно же, всегда есть возможность раскола. И мы видим, что храм Посейдона... Ну, давайте заручимся верностью. Фиг с ними, блин. Вот. И то же самое сделаем. А, ну, храм Аполлона пока не дает никаких рисков почему-то. Хотя, видите, какая же печаль. Тут вообще 15. Ну, ладно, потом посмотрим. Так, теперь давайте в район архипелага вот этих островов в Эгейском море. Что у нас здесь? Ну, противника я здесь не вижу. Был у нас бой, по-моему, здесь, да. И здесь был Афинский флот, но он куда-то ушел. Он куда-то ушел. Ну, ушел и ладно. Здесь у нас идет найм. Мы защитили Лаврион. Напомню, очень богатый. Сам по себе регион. Ну и вообще Атика практически вся за нами, кроме столицы. Ну, столица принадлежит фиванцам, Биатийскому союзу. Так, ну здесь вроде ничего я не вижу. Вот этот флот, который вызывал у меня опасения. Но он ушел. А что здесь я не вижу. У меня здесь дефицит флотили. Ну, тут нанимается выноси. Избранники Посидона набирают силу. Тут пока я не знаю вообще, есть ли вообще смысл воевать с Византией. Давайте посмотрим с точки зрения дипломатии. Может быть, стоит закончить войну? Да, конечно. Византия это ключ к столице. Провинции. Гелеспонд. Ну, тут еще есть СС. СС, понятно, будет проще взять. Наверное. Давайте просто посмотрим. Возможно ли диалог вообще. Ну, как же, все понятно. Разговаривать не о чем. Так, у нас есть резерв из-за... Кого-нибудь... Нету. У них нет военных построек там. Ладно, выдвигаемся. И если что, докупим наемников уже по ходу действия. Ну, армия вполне нормальная. Единственное, что кавалерии нет. Вот, кавалерию я могу купить уже, когда вступлю на земли в Византии. Надеюсь, там они будут. Вообще, везде наемники одинаковые. Вот. Причем, отличительная особенность наемников в этом DLC. Здесь нету каплитов. Каплиты дают только полюсы. То есть, тяжелой пехоты не ищите среди наемников. Ну, получается, оставляем неприкрыты, да? Абсолютно не прикрепили за перинф. Поэтому, все-таки, наверное, стоит сюда нанять кого-нибудь. Так. Ну, давайте это будет кто-нибудь из дома... Как там они называются-то? Аполлона. Каринф, Посейдон, Посейдон. Нету у нас никого. Так, а здесь чего? Слушайте, ну, тогда нужно флот нанимать, я считаю. Корабли у нас тут есть. Давайте флот наймем. Пускай флотовость будет наш. Нету флотилии, да? Из ранее созданных. Хорошо собрать флот. Короче, выбираем алкомена. Почему беру нашу? Что если он погибнет, да? Это не скажется на верности других партий сильно. Вот так вот. И быстренько нанимайся тут. Насколько это возможно. Так, что касается... Агентов, агентов тянем. Так, она здесь подворовывает. У них и так жертвы нет, но город портовый. Это их спасает. Здесь найм идет. Плюс у нас тут дед плыл. Которому уже, наверное, 100 лет. Ну, нет, ну, полно лет 60. Здесь очень долго все идет. 65 лет. Но все равно уже в годах. Вот нам нужно сюда высадиться, на этот пляж. И тут мы начнем уже зарабатывать. Ну, сейчас казна будет выше, потому что будет увеличиваться доход по временам сезона уже. Весна, лето, осень. Здесь классно так, в принципе, сделали они. Что уж говорить, то, что реально летом нужно воевать, зимой готовиться, да, осенью урожай собирать. Вот наш убийца, смертоносный. Давайте посмотрим, кого тут можно долбануть. Очень-очень высокий шанс успеха. 81%. Практически наверняка. Как будто нож достал. Ну, уранили много. Это неплохо. Прокачали? Нет еще. Будем, короче, дальше смертоносный качать. Это, соответственно, дает рвение. И увеличивает на 25% вероятность убийства. Сколько ели, кстати, Артемизия? 43, отлично. Женщина в расцвете сил. Так, это у нас на пассивочке здесь. Ну, слушайте, я вот думал, что делать, короче, что делать с этой барышней. Все-таки я ее кидаю в лодку. Мы будем подсвечивать эту регион. Вот, что касается этой армии. Нам нужна Мерина. С другой стороны, ИСС тоже является для нас угрозой. Потому что армия пошла на Византии. Как бы нам тут лучше поступить? Ну, нету флота. Один корабль, это не проблема, да? Один корабль, не проблема. Ладно, давайте рискнем. Каркин, правда, наш будущий лидер. Да, там серьезно все. И нам нужно высаживаться. Значит, посмотрим, какие будут варианты. Флот у нас разобьет гарнизонный. Так, далее. Пскаркин это все, мы разобрались уже. Мы еще сделаем вот что. Еще раз отправим Агалиду. А нельзя, да? Она ранена. Угу. Ну, ладно. Ну, эта армия, она здесь охраняет эти острова. Все, давайте сдать им ход. Единственное, что я посмотрю. Вот агент еще какой-то у меня тут есть, да? Ну, давай этого агента сюда, он будет поднимать здесь в порядок, по-моему. Смотрите, 6. Минус 6. Ну, на парочку. Да, на парочку общественный порядок. Это на месте барышни. Это тоже на месте все. Я так понимаю, сдаем ход. Большой был период между 18 и 19 серии, как я... Ну, сегодня, вот, например, 10 число у меня за окном. Вы как раз посмотрели последнюю записанную серию 18-ю. Постараюсь сейчас по вечерам после работы пилить дальше. Если вы спросите, какие планы, ну, закончить это прохождение однозначно, я хочу... Приоткрою вам небольшую, как бы, не секрет, просто анонс делаю. Скорее всего, будет опять прохождение по империи Total War, и это будет оригинальная игра. Я тут поиграл немножко в Пираты Убиралис, и сейчас у меня опять именно в оригинал потянуло. Ну, а подробности позже. Как бы я еще придумываю компанию. Основа, конечно, уже есть, и за кого, и как играть. Так, политик, да, вот мы ее вспоминали о Галиле в конце прошлого хода. Поправился. Так, Миссип Талема. Знатная женщина. Она орудует у нас здесь, да? А, она у нас в армии. Исследование завершено. Философия. Задание провалено. Наглый пират. Пираты захватили контроль над морями. Всем прибрежным поселениям грозит опасность. Лишь безумец выйдет в плавании безоружным. Что бы это могло значить? Я не знаю. Здесь никаких пиратов нет. Возможно, какие-то... Налеты там что-то влияют. Не знаю. Не помню. Население вдушевлено. Это типичные, короче, все сообщения. Избыток населения Фессалия. Я здесь почти не строюсь. Потому что, как бы, сразу закладываю основные здания. Кораблики построились. Значит, головы Гидры. Это здесь, да? И избранники Поседона. Ну вот, давайте на них остановимся. Ага. Они под креплением сюда потащили. В общем, думаю, на Мирине, короче. Сконцентрируйте внимание. Так, давайте сразу дальше. А, побежали. Смотри, побежали. Потому что поняли, короче, что тут пришел убийца. С какой шанс? То такой же абсолютно. А здесь вообще прям убили. Ничего. Выросло? Блин, тут не хватило каких-то соплей. Посмотрите. Двух очков. Обалдеть. Так, ну коли мы здесь, да? Блин, а что он так слабо ходит-то? Он сейчас там наймется, короче. Так. Что я думаю? Блин, тут агентов что-то до хера. Резня. 15%. То есть ты не годишься на это дело. Давайте прятать. А что делать? Нам нужно вытащить на себя армию. Лишь бы они по воде не пошли. По морю. По морю. По морю. По морю. Отлично. Так. Слушай, а если я агентом дезориентировать? Давайте. Это сейчас гораздо важнее. Должно получиться. Хороший шанс был. Но не получилось. Я очень извиняюсь. Я очень извиняюсь. Вот. Вот. Ну тут у них все хорошо. Давайте дальний флот будем пополнять. Мы нужны. Мы нужны больше шансов. Этот, если что, будет работать уже. Встречать. Так. Здесь тоже никого нет. Наш Архонт. Продолжает движение. Что-то он тут заблудился. Ходит. Короче. Ходит. Ну, весна. Дальность на 25% режется. Здесь, я так понимаю, спартанцы будут добивать фессалитцев. Они с ними воюют. Так точно. Македония ни с кем не воюет. Может, с ними заторгуем? Я буду слушать. Я не могу сказать. Не хотят. Ладно. Да и пускай они их выносят. На самом деле, я не против. Эту армию мы, наверное, оставим пока. Здесь, блин, конечно, денег она жрет прилично. Но нанимать их долго будет потом. Очень важно посмотреть, что получится у спартанцев. Но это потом. Так, давайте изучим технологию. Значит, мы закрыли философию. И у нас скорость исследований плюс 3%. Давно закрыта эстетика, математика. Вот не закрыт. Давайте водопровод. Рост заход плюс 2. Доступны сразу цистерны и дом фонтанов. К важнейшим достижениям древних греков, а позднее и римлян, относятся их успехи в деле строительства канализации и водоснабжения. Рим, в частности, славился своими акведуками, такими как Понт-Дюгар, а древние кретяне первыми построили систему подземных глиняных труб для снабжения водой и отведения нечистот. Однако домашний водопровод в то время был большой редкостью. Чаще всего слуги обливали господ водой из сосудов, но в конце концов древним грекам удалось создать и первый настоящий душ. В гимназиях вода заканчивалась в помещении и распылялась через специальные насадки. В гимназии вода заканчивалась в помещении и распылялась через специальные насадки. Фактически такой душ уже ничем не отличался от современного. В нем был предусмотрен даже сток для воды и смытый из тел грязи. Три хода, быстро достаточно. Почти 200% у нас. Так, ладно. Все, теперь смотрим сюда опять. Тут все нормально, да? Блин, как же ты, блин? Минус 15. Ну давайте отправим Агалину опять куда-нибудь погулять. Давайте биотицем отправим. Ну, собственно, все. Этот ход достаточно быстрый получился. Проверяем наших агентов. Аристей. Наконец, припрыл в Леон. И сразу же начинает воровать. Он вообще ничего не украл. Практически. Почему? Ага, тут вообще дохода никакого нету. Как-то слабо. Помните, сколько мы воровали в Атике? Это же пипец. Надо искать здесь богатый регион и там, соответственно, фармить денюжку. Так, ну что? Этот у нас на порядок здесь будет. Ух, как сразу. 28. Так, этот товарищ у нас... Гражданин. Ничего он тут не может. Ну, давай вот так вот. Все, сдаем. Нормально светит море, кстати. Вот пускай тут и барахтается, смотрит. Так, это не атака. Слава богу. Очень много, да, движухи на морях. Запугивание оппозиции. Принять. Кстати, вообще денег почти не заплатили. Ваши скрытые действия обнаружили лампрокол. Угу. Политическое событие. Ваш дипломат этого из Биоти вернулся в сопровождение знаменитого Барда. Ну, не самое желанное. Ну, ладно, порядок. Форакс. Четвертый ранг получил. День победы при Соломине. Ну, наверное, читал, да? Давайте еще раз. С наступлением 16-й луны приходят мунихи. Ну, да, читал. Радость переполняет наши сердца, когда мы вспоминаем славную победу на персме при Соломине. Знак благодарности Артемиде. Люди зажигают свечи и приносят лепешки. А юные девушки для таинственности наряжаются медведями. Ну, видите, там. Очень, кстати, так лаконично все. Красиво, оформлено, блин. Нравится мне это дело. В туталварах. Ну, там один день, я не помню, что там. Короче, это же можно вот здесь посмотреть. Не прочитал, да? День, вот, победы. Общественный порядок плюс 4. У нас и так известный Барт. Засаду нам сбили. Тогда мы будем грабить. Правильно? Здесь ничего не плывет. Ничего не плывет. Абсолютно ничего не плывет. Будем грабить. Ну, что-то там грабят, да. Не знаю, Драхмут 500, может быть. Короче, устроим тут. Минус один у них пошел. Может, поголодает. Так, это афинский герой. Афинский герой. Продолжаем мочить афинский герой. Шанс заказного убийства. Так, шанс убийства. 67. Поменьше уже. Героев сложнее валить. Ну, сейчас в любом случае она получит лоранг, если не будет ранен. А, убили. Отлично. Будет гроза вообще агентов Артемизия. Афинский герой. Как можно ли я служить тебе? Еще мы можем наручные, да? Дальность перемещения увеличивать. Радиус обзора. Вообще суперагент будет. Но мы все-таки будем смертонос... Смертоносность и увеличивать шанс избирать воздействия с вражескими герой. Так вот мы их всех выпилим. Так, ну что здесь? Да, в принципе, можем начинать. Да, я не знаю, есть ли смысл все это разыгрывать. 82%. Да, не будем тратить время. Ну, слушайте, я доволен. Достаточно малой кровью нам это все обошлось. Эти кораблики мы объединим. Так. Ну, здесь все понятно. Здесь я хочу спровоцировать их, чтобы они вышли. Орла из Зевса. Так, здесь мы продолжаем движение. Ну, в общем, я вот так вот буду его тянуть. И тут мы уже, наверное, что-нибудь допридумаем. Может быть, на Амилос. Здесь я не вижу ничего. Здесь идет найм. Вы знаете, наверное, мы здесь тоже... Восемь кораблей. В принципе, это нормальная бывая единица. Давайте... Вот здесь еще... Заложим корабли. Да. Так, что еще с военными маневрами? Наверное, все. И посмотрим с вами... Что, где, может быть, построить надо. Ну, такой прям вот острой необходимости нет. Есть куда расширяться. Так. Мы что-то там так мало своровали. Я недоволен, конечно, нашим дедом. Так, форксы сейчас скачнем. Угу, доход приключений. Так, где он, где он, где он? Где он? Крика ему мешает. Так, а куда ему вообще надо? Значит... Бергам, может быть, сразу зайдем. Вернее, зайдем. Путь туда будем держать. Вон, двигайся вперед. Блин, я чувствую, он тут будет долго ходить у нас. Тут что-то с деньгами... А, или он уже взяли Лида, наш союзник, короче. Да, тут, помните, плавал очень долгое время. Транспорт. Транспорт Лида. Вот куда он приплыл. Они забрали у Биотического, у Ионического союза вот этот город. Ну и все, надо отсюда уходить. По морю. Ну, получается... Куда-то, они по кругу плавают. Не помню ни одного наземного сражения против афинян. Вот они как начали плавать. Уходить от Атики в сторону. В Биоис, В Биоис куда-то дальше. Я предплылся к Ариезу в hope of a short war. Даже если я мечтаю за вашу страдания. Вот если я призову союзников, кто-то ведь 100% отколется. У нас уж будет не 45, да, провинция? Ну и бог с ним. А никто не откололся. Ну, он звездец, ребята. И у нас есть армия. Агент задержан. Действия нанять агента. Противник пытался переманить вашего агента. Верность оказалась сильнее. Однако на переговоры ушло бесценное время. Здесь родился ребенок Арестоков. Верность. Так, отопугивание позиций. Влияние оппозиции снизилось, как верность вам ее участников. Так, верность других партий минус 10 в течение пяти ходов. Двадцать семь. Двадцать семь. Блин. Блин. Да и пускай этот раскол произойдет. Честно говоря, не хочу в этого, короче, упарываться. Будет перчик, что называется, прохождение. Добавим перц, слушайте, они дохнут. Посмотрите. Ну, короче, вот это говорит о том, что они дохнут. Что-то здесь мы как-то слабо двигаемся, очень слабо. Будем приближаться. Тем более, здесь флот строится. Так. Наш Огнатный Арестей. Блин, ну ты так будешь плыть сколько? Пока доплывешь куда-нибудь. Буду ускорять все это дело, конечно. Что-то подрезать буду. Так, в Мирине мы оставляем все как есть. Ну, нормально. Город, в принципе, трудится, что жратвы нету, да? Да. Ну, ему осаду, надеюсь, не держать. В принципе, вот эти силы, они могут потенциально участвовать. Ну, потенциально вообще могут участвовать в захвате Сестера. Вот тут, смотрите, тут все неплохо, неприятелям. Этот флот, скорее всего, я буду использовать вот здесь. Тут тоже флотилия не слабая. Так, ладно, не останавливаемся здесь надолго. Так, какие варианты вернуться, разбить Македонию? Это долго, да? Их армия наверняка уже в пути. Поэтому мы нашу пускаем на марш. Сыны Ариса. Сантип. Да, нахер? Ну, наплевать, короче, на нарушение. Единственное, что, наверное, я денежку потрачу на Посейдонов. Ах, блин. Нельзя. Нельзя. Ну, хорошо, мы поработаем с их партией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА не важно чтобы партия поседону было лояльно к нам а очень большое представительство них больше представительства них в армии денег лишь потратил вот храм гиры можно так заявать верность ну все а почему-то храм аполлона не считается ведь в риске 30 и 30 и ладно типа да конечно трейд прилетел event прилетел пипец какой так сколько у нас там идет за в принципе можем еще поиграть я стараюсь делать серии не больше часа возможно формат будет чуть увеличен меньше не знаю меньше вряд ли а вот в импере может быть серии будет по длине и потому что там часа мало реально уже там хочу тоже все читать все объяснять чем хороший лос-плей здесь можно обрезать битвы расстановку войск до сближение проще то что занимает очень много времени особенно это касается империи вот это придаст динамике прохать прохождение однозначно на стриму все-таки вот там из этих пяти часовых а то и 8 и 9 помните часовых стримы они были за чего за того что ну сама по себе игра медленная и вот это все лишнее можно обрезать же когда ты запись делаешь так вот тоже я думаю надо сдавать а вот убийца наша у нее срез не будет на убийство они есть нет нету а на в этом пассивочку туда все получается все получается на ток сейчас такого гейска море посмотрю никто не вылез так порт танцы кота плывут здесь чё флот бы еще нанять ну нету нас кораблей хорошо отведем вот этот флот сюда головы гидры плывут у нас на access воители фитры плывут соответственно в адрес я хочу их распределить весь удобно перехватывать все что так давайте зайдем ход и на это будет конец серии 19 мирный договор на филе варис speak of honor and glory that you have little of them идет конечно oooo I у у Оборонительный Запугивание оппозиции Местные разбойники предложат вам услуги Но они просто, если ей отказаться Они предложат мои оппозиции Успешно дипломатию Первый раз мне тут землю оценивать Короче Олимпийские игры Блин Как не вовремя Ничего не будем Короче успешно дипломатию Афины Нам отдали Афины И вот интересно Луч штраф Так Ну, Аргас, да Ваш дипломат вернулся В сопровождении знаменитого ученого Хорошо Воду правого исследования Агент задержан Арки Повышение ранга Знатность женщины Итак, Афины Ну, когда Ты захватываешь Эту Аи Одну из четырех столиц Ну, то есть Одна твоя Значит, одну из трех Фива, Афины Либо же Спарта Тут идет Дипломатический штраф Это прописано Короче, скрипт Вот 160 По-моему Со всеми фракциями Нам Афины Остались дипломатии Вот Интересно Это как-то Отразится В наших отношениях Нет Видите Нету 160 Нигде То есть Таким путем Афины Можно получить Ну, то есть Мы получили Атику полностью Обалденно А что там было построено Полис Казармы Гавань И Светилище Мус Скорость исследования Ну, то есть Мы тут уже Идем за 200 Гражданских Технологий Давайте Это будет Золотое сечение Золотое сечение Это математическое выражение Гармоничных пропорций Два числа Отношение которых Друг другу Равно отношению Их суммы К большему числу Будучи сугубо Абстрактным понятием Оно Находит Явное воплощение В материальном мире Что восхищает Многих мыслителей На протяжении Последних 2400 лет Первым Золотое сечение Открыли греки Изучая геометрию В частности Скульптор Фидий Использовал его В 432 году Н.э. При создании Это был не так давно Кстати При создании Статуи для Афинского Парфенона Первое Письменное Определение Золотого сечения Встречается В началах Евклида Написанных 100 лет спустя Там оно Называется Крайним И средним Отношением При котором Целая линия Относится К большему Из отрезков Так же Как последние Относится К меньшему Далее Евклид Приводит Примеры Золотого сечения В нескольких Теоремах Ну возьмем Короче Даст это Стоимость Строительства Столицах Провинции И малых Поселения Минус 4 Все регионы Доход От горного дела Нифига себе Плюс 7 Все регионы Так же Мы можем Столовые шахты Строить Из стадий Нормально Скорость изучения 209% Ну там еще Что-то идет За ивент За ивент Дипломата Или нет Что-то такое Там было Ну не важно В данном случае Получили мы Афины Ну давайте На этом Наверное Остановимся Услышимся 20 серии Доброго вечера Камрады Продолжение следует... Продолжение следует...